Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях в Чувашии прямо сейчас. На 14 апреля в Чувашии 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два пациента выздоровели. В «Республике» работает горячая линия для граждан 60+, по вопросам профилактики распространения COVID-19. Заявки принимают в 23 центрах социального обслуживания и на единой общереспубликанской горячей линии. Обратившихся за помощью фиксирует онлайн-программа. После анализа и сортировки сообщений заявки направляют соцработникам. Минтрут Республики координирует работу ежедневно в режиме онлайн. В «Республике» работает горячая линия для граждан 60+, по вопросам профилактики распространения коронавирусной инфекции. Заявки принимают в 23 центрах социального обслуживания «Республики» и на единой общереспубликанской горячей линии. Обратившихся за помощью фиксирует онлайн-программа. После анализа и сортировки сообщений заявки координируют и направляют социальным работникам, закрепленным по участкам. Минтрут Республики координирует работу ежедневно в режиме онлайн. Всего за истекший период поступило порядка 500 звонков о лиц старшего возраста. Не все они связаны с доставкой продуктов питания. Где-то порядка 300-300 это те, которые связаны с доставкой. А остальные это звонки, где пожилые люди хотят узнать и получить ответ на те или другие вопросы. Как консультативные звонки. Эти те звонки, которые у нас поступают со всей республики. В среднем ежедневно порядка 47-48 звонков. Это связано именно с доставкой продуктов. И примерно столько же это, которые связаны с получением консультативной помощи. Ситуация, в принципе, она под контролем. Она мониторируется. Она стабильная. Продовольственные предприятия и республики продолжают оказывать адресную помощь нуждающимся. Агрофирма «Альдеевская» в числе первых подключилась к акции. Можешь, помоги. Таким девизом руководствуется в агрофирме. Здесь созрело урожай овощей. Весной витамины не будут лишними для не очень обеспеченных людей, тех, кто находится в изоляции. Изоляция началась. Сейчас администрация подготовила списки. У нас, в общем, по нарастающей идет. Мы начали со 100-200-300 килограмм суточных. Сейчас мы уже выходим на тоннаж суточный. Свежие овощи отвозят в волонтерские пункты для распределения. Помощь приходит адресно. Волонтеры доставляют гуманитарную помощь пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям и людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в связи с пандемией. Ну, каждый день примерно у нас приходит по 20-30 звонков. Это при том, что это было в первые дни, поскольку у нас акция только-только началась и с каждым днем количество звонков нарастает. Оказать посильную помощь и записаться в ряды волонтеров сегодня может любой желающий. Сделать это можно на сайте «Вместе помогать» в разделе «Стань волонтером». Очень нужна и помощь коммерческих организаций. Для них на сайте есть раздел «Мы – организация». Богдана Дойникова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. В период вынужденных выходных Национальная библиотека Республики предлагает не читать книги, а слушать. Аудиокниги на чувашском и русском языках можно найти на официальном сайте Национальной библиотеки. Здесь представлен аудиодиск «Читаем нам и потомкам», где представлены самые лучшие произведения, которые прошли конкурсный отбор читателей и стали победителями ежегодного конкурса «Самая читаемая книга года». Среди авторов это Улька Ельмень, Марина Корягина, Ева Лессина, Стлана Гордеева и многие другие авторы. А также мы предлагаем и аудиодиски, аудиоиздания для детей, для подростков, для молодежи. Это главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы «Республика» в 18.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова